Здарова, ребят! Знаете, какая у меня самая-самая частая просьба в группах ВКонтакте, в сообщениях по e-mail, в комментариях под видео? Сделать переобзор Standoff 2. Standoff 2, кто не помнит, это та самая полная пародия, или даже можно так назвать клон, Counter-Strike. Я давным-давно делал обзоры на клоны, пародии на КС, или просто похожие игры, которые чем-то да могут зрителя позабавить. Но вот ажиотаж вокруг именно этой игры я не ожидал, причем просмотром это не самое ключевое мое видео. Но почему-то ажиотаж вокруг комьюнити, видимо, стенд-оффа разгорелся нехилой. Скорее всего, дело именно в том, что я делал обзор во время его бета-теста, или даже альфа-теста, не припомню, честно говоря. И, скорее всего, именно из-за этого люди и просили сделать переобзор данной игры, потому что они считают, что она изменилась и стала как минимум лучше. И, в общем, меня эти комментарии немножко подзадолбали, и эти просьбы подзадолбали, и некоторые люди даже меня оскорбляют, потому что говорят, Ну, вообще-то, когда ты обозревал, это было говно, а сейчас нормально, так что ты даун. Ну и спустя огромное количество времени, получается уже полтора года, или даже больше, я решил сделать данный видеоролик, чтобы вы позырили и сами сделали выводы, а вообще нуждается ли эта игра в переобзоре. Кстати, если так подумать, единственная игра на моем канале, которая нуждается в переобзоре, в переобзоре, хорошее слово, это игра Warface. И, ну, окей, я сделаю переобзор этой игры, если под этим роликом соберется, ммм, 70 тысяч лайков. Да, я охренел, и я знаю, что вы никогда не соберете, поэтому переобзор этой игры никогда не выйдет, ха, ни хрена себе я хитрый. Ну, а теперь давайте начнем, только сначала посмотрим на рекламу. О. PlayKey, облачный игровой сервис, позволяющий запускать игры, которые не тянет твои ком. Fortnite, GTA 5, Far Cry 5 и более 250 других игр смогут транслироваться с максимальными настройками тебе на экран. Понадобится только подписка, сама игра, стабильный интернет от 10 мегабит в секунду. Недавно вышел тариф, с которым ты платишь только за время игры, 1 минута 1 рубль. И все пользователи этого тарифа получают 20 минут подписки каждый день, просто так. Если тебе интересно узнать, как работает облачный гейминг, то сейчас это можно сделать совершенно бесплатно. PlayKey, ссылка в описании. Ну, а теперь давайте к сути события. Сути события, как же странно это звучит. Я предлагаю сделать отправной точкой нашего видеообзора вот этот комментарий. Точнее, не комментарий, а пост официальной группе стенд-оффа. Мы удаляем Short Dust 2, потому что хотим двигаться в направлении полностью оригинальных карт. Мы хотим признания самостоятельности стенд-офф 2, поэтому выбираем путь оригинального контента. И главный вопрос в том, что многие посчитали этот комментарий лицемерием. Нет, никто не посчитал. Ну, по крайней мере, люди, которые не играют в стенд-офф 2, посчитали. А вот те, кто играют, такие думают, ну, они делают оригинальный контент, поэтому это важно. Ну, давайте посмотрим, что они сделали в этой игре оригинального. Что изменилось с того момента, как исчезла Dust 2 Short. К слову, когда мы начнем говорить про карты, не будет упомянута Short Dust 2, поэтому давайте прямо сейчас объясню, что это было. Она выглядит, как обрезанная Dust 2, где есть только лонг и, по сути, все. И Dust 2 Short это та же самая карта, только еще с Зиги есть небольшой проход на лонг, со стороны Зиги. Плюс ко всему, данная карта была единственной в стенд-оффе, где можно нормально было поразвлекаться с ВП. Нет, играть можно было на любой карте, говорю, именно предназначенной для этого. Просто потому, что сама эта карта сделана на основе Dust 2 Long, что, в принципе, сразу бросается в глаза. И, в общем, эту красотку для ваперов убирают из-за того, что они хотят идти в направлении оригинальных карт и вообще оригинального контента. Ну и, в общем, давайте посмотрим, насколько стенд-офф 2 стала оригинальной по контенту игрой. Интерфейс. Как вы видите, худы, само меню отчетливо напоминает Counter-Strike Global Offensive. Но зато с момента первого обзора здесь появилось много чего интересного. К примеру, здесь появилось много новых кейсов. Кстати, каждое открытие которого стоит под 100 рублей. Немного дешевле, чем в оригинальной CSGO. Так что покупайте. И еще в обычных кейсах, которые вы можете получить за игру, за просмотр рекламы, вы не можете выбить нож. Поэтому, если хотите бегать с ножом, быть классным парнем, то платите деньжата. Другого выхода нет. А, но еще есть медальки, которые вы также можете купить. По режимам осталось все то же самое. Дест-матч в виде командного боя, закладка бомбы и гангейм. Какие-то новые режимы а-ля битвы снайперов, который был, между прочим, в первом стенд-оффе, я здесь не увидел. Что касается худо и вообще внешнего вида в самой игре. Ну, господи, если убрать вот эти значки передвижения, которые есть на играх для смартфонов, то я подумал, что это CSGO. Уж извините. Как говорится, мы идем в сторону оригинального контента. Верно, ребята? Карты. Что здесь уникально? Во-первых, здесь немного, но больше, чем было, когда я захотел первый раз. И это однозначно плюс. Если бы и было меньше, я бы, наверное, даже не обозревал бы эту игру, потому что сказал бы, ребят, вы сумасшедшие, здесь ничего не изменилось. Но давайте поговорим о самих картах. Все текстурки, ну, почему-то, очень сильно напоминают CSGO. Вы убираете карты с названиями из CSGO, но оставляете карты с модельками из CSGO. И вопрос, а что здесь оригинального тогда? Причем по концепту, именно по движениям, они очень сильно напоминают те же карты из Call of Duty. Эти переходики, челочки, которые ты можешь закрытить. Или даже можно зайти на абсолютно любой китайский клон CSGO и увидеть такие же карты по концепту. Потому что вы взяли все с одного. Да, придумать что-то новое в плане маппинга очень сложно. По мне даже невозможно, нужен талант, чтобы это сделать. Здесь я вас вообще не упрекаю. Но и я вас упрекаю в плане модели, которые вы используете. Вы хотите идти в направлении полностью оригинальных карт. А полностью оригинальные карты вы не сможете сделать, пока у вас используется одна база. База, которую вы взяли с CSGO. Но все-таки так и быть. За то, что вы убрали DAS 2, за то, что у вас на картах можно вот так упасть в текстурке... Я поставлю вам слабый, но плюсик. Графика. Здесь вы действительно подтянулись. Я вот играл в первую версию. И там все было до ужаса плохо. На минимальных настройках игра тормозилась ли не менее, чем твой мозг во время экзамена. А когда я вообще включал максимальную графику, я смотрел и думал... Боже, лучше бы я играл в Кузю Жукодром. Там было приятнее. Короче говоря, от разработчиков требовалось лишь только подтянуть графику и оптимизировать игру. В принципе, что они и сделали. И теперь, когда ты играешь на максималках, и у тебя ничего не лагает, ты думаешь... Йоу, это классно. Для мобильных платформ это потрясающе выглядит. Серьезно, если бы у меня глаза были чутка похуже, то, возможно, я даже бы спутал данную графику с графикой в CSGO. Хотя, скорее всего, это из-за того, что просто в кантре охреновая графика. Стрельба. У меня в основном было две претензии с прошлого видео. Стрельба с дегла и стрельба с АВМ. В данном случае как бы АВП, но вы... Ладно, вы меня поняли. Что же здесь изменилось? Что касается дегла, который был просто оружием без задачи, его очень сильно понерфили. Реально теперь надо учиться с ним стрелять. Хотя это громко сказано. Да, его понерфили, но не так сильно, как хотелось бы. Потому что, поиграв с ним минут 30, ты привыкаешь и начинаешь опять разносить по башне. Да, это лучше, чем было до этого, но... Всё-таки не идеал. Есть куда стремиться. Что касается АВП, я говорил, стрелять с него фактически невозможно. Это просто ужаснейшее оружие, которое может быть в мобильных шутерах. И разработчики, видимо, опять не услышали эту фразу и изменили его. Он стал действительно приятнее. Вы можете даже сделать вот такие вещи. Это сделано на мобильном шутере. Это охрененно? Самые главные проблемы они исправили. А что касается Калаша и Эмки, она стала чувствоваться тоже получше. Что, конечно, несомненный плюс. Другие оружия, наверное, за исключением Фамоса и Скаута, я не пробовал. Но они тоже особо не вызывают какого-то дискомфорта. Но всё-таки по стрельбе есть куда расти. Да и в группе они пишут о ближайшем обновлении, где будет переработана механика стрельбы. Короче, может всё измениться и ещё более лучшую сторону. Ну а пока что я всё-таки накину стендов у плюсик. Кам Юнити. Естественно, за эту категорию я никуда балсовать не буду, потому что это было бы глупо. Но не сказать о нём я просто не могу, потому что даже пока я играл, умудрился повстречаться с лучшими умами этой игры. Вот правда, ты ему ничего не делаешь, а он тебя оскорбляет. Но это гениальный хренатень. Кстати, как-то одной кнопкой дать репорт у вас не выйдет. Так что ничего удивительного, что есть вот такие гениальные люди, которые ведут себя гениальным образом. Да и вообще, если зайдёте на предыдущий мой ролик по этой игре и почитаете комментарии, поймёте, кто в принципе играет в эту игру. И если речь идёт не о всех, то о большинстве уж точно. Настройки. Настройки сделали поболее. Очень много различных категорий, но некоторые из них абсолютно бессмысленны. По типу прыжка. Здесь есть два варианта прыжка. Либо через двойное нажатие, либо просто одной кнопкой. Зачем добавить двойное нажатие? Я не понимаю. Дело в том, что если вы будете играть не в стиле сел, зажал на Asus, попал, а пытаясь по пульке стрелять, чередуя, ну каким-то таким образом, вы просто будете постоянно, случайно прыгать. Двойное нажатие. Нет, есть возможность поставить отдельную кнопку на прыжок. Ну тогда вопрос, зачем вообще эта функция с двойным нажатием? Что касается прицела, его можно настроить вот как хочешь. Под как хочешь я подразумеваю стилистику прицела и его цвет. Да, для мобильных шутеров это уже много. Но если поговорить про размер и другие стилистические особенности, которые есть в CSGO, тут этого нет. Что, собственно, и неудивительно. Раз мы уже начали говорить про прыжки и всё остальное, я просто не знал, куда это вставить, поэтому пусть будет здесь. Shift. Здесь вы можете только приселить, чтобы вас не было слышно, когда вы идёте. Но вы также можете идти медленно, если будете ползунок двигать немножко медленнее. И знаете, это нихрена не помогает. От вас просто будет идти шум слегка большими интервалами, нежели если бы вы просто бежали. Честно говоря, я не особенно понимаю, почему вы не можете элементарно сделать Shift. В общем, здесь поставлю вам минус, но чисто для того, чтобы вы наконец-таки проработали эту хренотень. А если с этим не согласны, то, пожалуй, я вставлю вот этот момент, где просто так появляются персонажи. Да, эта игра переполнена багами, вы реально можете свалиться просто под текстурку. Так что скажите ещё спасибо, что я засунул всё это в одну категорию. Звуки. Если сравнить с предыдущей обозреваемой версией Stand Off 2, здесь всё стало с этим получше. Звуки уже, по крайней мере, не бесят, стрельба звучит более-менее нормально, и ты даже понимаешь, где находится твой противник. Точнее, ты понимаешь, когда ничто тебе не мешает услышать это. А мешать тебе может абсолютно что угодно. Даже сама манера игры. Да, карты маленькие, значит, если даже людей мало, стрельба начинается почти с начала раунда. И услышать какие-то шаги на этом фоне, ну, вы сами понимаете, трудно. Так что, если вы играете в ушах мобильные шутеры, знайте, они вам здесь особо и не помогут. Максимум, чтобы прийти к месту события. Чтобы тоже постреляться. Но бывали моменты, когда они мне требовались. Наверное, два раза всего. И в этих двух разах противника я нормально не мог определить. Ну, как бы я знал, где он находится примерно, но все равно не понимал, сколько ему осталось до меня. Но все равно это лучше, чем было. Намного, сука, лучше, чем было. Так что поставлю слабенький, но плюсик. Итог. Ну и ладно, что мы имеем? По сути, плюсов больше, чем минусов. Игра действительно изменилась, она стала лучше, что очевидно. Если бы разработчики не улучшали игру, не работали с багами, это было бы очень глупо. Сейчас игра выглядит очень неплохой и действительно, моей, по крайней мере, в моем тубе, лидирует среди всех мобильных клонов КС. Но в том-то и дело, что они хотят быть не клоном КС, но при этом так старательно пытаются им оставаться. Очень лицемерно и противоречиво. Но именно так и выглядит Stand Off 2. Это игра, которую разработчики хотят показать абсолютно другой, какой-то уникальный, чтобы она лидировала среди всех мобильных шутеров. Но это тот же КС Гоу. Короче, Stand Off 2 мне реально понравился больше, чем во время прошлого обзора. Но я не посоветую эту игру для постоянной игры, потому что, ну, разработчики сами не знают, чего хотят от нее. А вот когда поймут, когда изменят ее до того виды, которые хотят они видеть, или когда признают то, что сори, ребят, ну реально мы прорезитируем на концепте КС, тогда играйте. Сейчас я просто, ну, вижу, что разработчики в смятении и не знают, что делать. И просто хотят во время своего смятения немножко подработать, основываясь на постоянных выходах кейсов. Возможно, они просто уже перегорели идеи и просто работают, так сказать, по инерции. Играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok